Лето подходит к концу, а список дел еще огромный. Перед одесскими волонтерами стоит серьезная задача. Они начали подготовку к осенне-зимнему периоду. В чем больше всего нуждаются ребята на фронте и как поможете помочь лично вы, знает Яна Алиматова. Говорите там, что войны нет. Я не знаю, наверное, это просто неправда, потому что мобилизация продолжается, ребята уходят. А вместе с этим у ребят на фронте все еще есть потребности. Волонтеры как могут восполняют их. Но со сменой сезона появляются новые задачи, выполнить которые нужно в крайние сроки. Мы чуть-чуть весной закупили. У нас небольшие есть запасы, конечно, минимальные, но есть. Есть немного брюк, есть немного зимнего камуфляжа, есть бахилы, носки. В прошлом году в августе волонтеры уже закупили термобелье, шапки и зимние берцы. И очень хочется в этом году сделать так же самое, потому что с сентября месяца цены начнут расти. И пока уже начался завоз этого всего теплого, его лучше закупать сейчас, чтобы это как-то дешевле, выгоднее обошлось. Ну, потому что мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, осень и зиму, наверное, мы проведем в том же самом состоянии. Наталья отмечает, сейчас активность людей заметно снизилась, но и к этому она относится с пониманием. Помогать можно не только материально. Вот, например, Нина. Она плетет сети с января. Так она чувствует свою причастность. Очень надеемся, что вот этот наш маленький труд, помощь поможет хоть как-то и сберечь, защитить их. Вот теплом наших рук, нашей заботы о них. Вот. У меня, к сожалению, есть только такая возможность. То есть я имею свободное время, я прихожу и плету. А вот еще одна Наталья вместе с Ниной плетет сети с января. О том, что нужна такая помощь, она узнала из соцсетей. Для нее это тоже единственная возможность помочь ребятам. Это пассивно то, что я могу сделать. Я понимаю, что за время существования человечества было развязано исключительно много войн, но исход каждой войны зависит от того, как настроен народ. Ну а пока список самых необходимых вещей остается неизменным. Как и в прошлом году, ребята нуждаются в дорогостоящей технике. На сегодняшний день хотя бы нужно в районе 5-6 тепловизоров. Нужно где-то до 10 ночных прицелов. Ну, глушители хотя бы еще 10-15 надо докупить ребятам. То есть оптических прицелов тоже 5-6 надо. Ну, самое приличное там набегает, скажем так. Все эти вещи обойдутся примерно в 40 тысяч долларов. Тогда те подразделения, которые опекают волонтеры сейчас, будут полностью готовы к зиме. Яна Алиматова, Андрей Кульба, 7 канал.